Всех приветствую! В этом видеоролике буду делать из обычного подшипника высокооборотистый подшипник. Такие подшипники мне нужны для самодельного турбореактивного двигателя. В общем, имею такой вот подшипник. Обычный стальной, со стальными кольцами и стальными шариками. Также у меня есть еще полностью керамический подшипник. Подшипник этот из нитрида кремния. Обратите внимание, как выглядит высокооборотистый подшипник. Здесь нет сепаратора, но зато все пространство заполнено шариками. Я решил не ставить такие на турбореактивный двигатель. Хотя посмотрим. Обычно все ставят гибридные подшипники. В таких подшипниках шарики керамические, а кольца стальные либо с нержавеющей стали. Я ищу до конца. Честно говоря, не разобрался. Информации очень мало. В общем, заказал я из Китая отдельно шарики. В этом видео я выну вот эти шарики и вставлю керамические бусинки из нитрида кремния. Заказал точно с теми же размерами, которые должны быть вот в этом подшипнике. Так что сейчас, друзья, я буду его разбирать и засыпать туда шарики. А вы понаблюдайте за процессом, как это все будет происходить. Для начала нужно разобрать сепаратор. Здесь он разбирается легко. Бывают подшипники заклепанные. Там посложнее. Здесь просто можно вот так оттопырить все это дело. Раз, два, три, четыре, пять. Оп! Ну вот и все. Вот так, ребята, разбирается обычный стальной подшипник. Вытащил две половинки сепаратора. Теперь можно согнать шарики в одно место. Вот так. Вот. И натянуть вот это кольцо на себя. Значит, берем плоскогубчики. Лучше, конечно, круглогубцы. И вот так вот. Вот так. Один шарик вытащил. Теперь точно все легко разберется. Оп! Все, видите, как все просто на самом деле. Так, запоминаем расположение. Оно нам еще понадобится. Шарики можно куда-нибудь спрятать. Можно, кстати, измерить микрометром. Те ли шарики я заказал. Конечно, если будут не те, будет облом. Полнейший облом. Итак, смотрим. Момент истины. Трудно его поймать. Мы поймаем. В принципе, можно и этот же, туда же. Вставить. Ну вот, видно. Стоят два шарика, ни один не выпадает. Значит, размер полностью идентичный. Эти шарики можно смело убирать отсюда. А обоймы нужно немножко доработать. Как вы видите, здесь вот на подобном таком подшипнике есть пропилы, через которые можно заталкивать шарики. Вот. Что-то они сюда даже как-то очень свободно, как вы видите, заходят. Интересно, можно ли его отсюда вытолкнуть? Так же просто. Я, конечно, сомневаюсь в этом, но мало ли. Что-то уж он очень легко зашел. Не вытолкнуть. Мало шансов. В общем, нужно сделать здесь пропилы. Такие, чтобы и не выпадало, и чтобы максимально плотно заходило. Ну что ж, приступим. Способов, как обычно, очень много. Но мне как-то ближе всего по душе сделать это бор машинкой. Итак, поехали. Делаю пропилы. Аккуратно, ни в коем случае нельзя залезть на саму дорожку. То есть средняя часть дорожки, где-то миллиметр как минимум, должна быть не пропилена. Иначе, сами понимаете, в том месте будет все стучать, прибежать и развалиться. Все, друзья, подшипник практически готов. Вот что получилось. Сделал две лунки. На внутреннем кольце и на наружном кольце. Долго я их подрасчитывал. Вставлял туда-сюда шарики. То есть как я делал? Я вам всю процедуру естественно не стал показывать, чтобы не утомлять. Ну а выглядело это так. Вставлял несколько шариков. Их легко вставлять вот так. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Шарики выгонял в противоположную сторону. И сюда можно ставить теперь вот этот шарик и заталкивать. Я совсем по чуть-чуть подпиливал бормашинкой. Прям совсем-совсем маленькие съемы делал, чтобы не испортить подшипники, не испортить эти кольца. Ну и пробовал заталкивать. Заталкивал через деревяшку. Смотрим, как получается. Раз, один шарик уже там. Ну и в таком стиле можно заталкивать все остальные. Заталкиваются довольно-таки плотно. Поэтому вылететь, думаю, не должны. Как видите, чем больше, тем сложнее его туда пропихнуть. Он там приклинивает. Видите? Уже прям совсем тяжко. В общем-то нужно поймать такой момент, чтобы и не слишком плотно было. То есть чтобы не пострадали кольца и шарики. Ну и чтобы они потом не высыпались сами по себе. Осталось загнать 4 шарика. Уже все, шарики никуда не выскакивают. Подшипник работает, как вы видите. В общем, в таком же стиле. Сейчас загоню остальные. И мы посмотрим, что получилось. Ну вот, вуаля, последний шар загнан. Получился такой вот высокооборотистый гибридный подшипник. Шары заходили последние очень плохо. Поэтому сами по себе они никогда в жизни отсюда не выскочат. Подписчики просили все рассказывать до последних мелочей. Вот это как раз такая очень важная мелочь в изготовлении турбореактивного двигателя. Потому что подшипники должны быть очень оборотистые. И вот эти вот без сепаратора, они как раз таки и могут развивать большие обороты без вреда для себя. Как я уже говорил, даже обычные подшипники можно дооснастить стальными шариками. И они уже будут значительно большие обороты держать, чем в стандарте. Ну а кто захочет повторить такой подшипник, ссылку на магазин с шариками и вообще с подшипниками различных керамик, я дам в описании. Кому интересно, переходите, смотрите. Может кто-то найдет то, что давно искал. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока. Люфт, кстати, небольшой у него. Не больше, чем был изначально. Изначально. Продолжение следует...